Переходим к коммунальным темам. Решать проблемы сообща по инициативе общественной организации «Мой город» в администрации города состоялась встреча общественников жилья, власти и управляющих компаний Кунгура. Обсудив некоторые наболевшие вопросы, стороны решили решить их совместно. Подробности в нашем следующем материале. Общественная организация «Мой город» появилась в Кунгуре четыре года назад. Ее главная цель – помощь жителям в разрешении вопросов в сфере ЖКХ, в том числе и юридическое. Разговор в таком трехстороннем формате в администрации города проходит впервые. За одним столом встретились все заинтересованные стороны – общественники, городская власть и управляющие компании. Вопросов по жилищно-коммунальному хозяйству возникают у населения очень много. К сожалению, очень большая нормативная база существует как раз по жилищно-коммунальному хозяйству. Не каждый житель может знать ее полностью, поэтому такие встречи просто необходимы. Есть вопросы, которые в компетенции администрации, администрация может их решать, но есть вопросы, которые могут решать только сами собственники жилья. И без общественной организации практически мы даже некоторые проблемы можем просто не знать. Одна из вечных проблем Кунгура – голые трубы теплотрассы, отапливающие не столько дома, сколько улицу. Оплатить за драгоценное тепло все же приходится горожанам. Такое явление встречается повсеместно. Сейчас мы можем повлиять на эти тарифы. Если мы утеплим трассы, это уже потерь будет меньше. А они открытые. Я вот нафотографировал. Я их не принес. У меня 20, наверное, листов, и где вот эти все теплотрассы открыто сфотографированы. По мнению администрации, решить проблему можно, лишь обратившись в контролирующие службы с жалобой на отсутствие изоляции. В общественной организации для этого есть все необходимые полномочия, которые они могут и должны использовать. Впрочем, не все гладко и с коммуникациями, спрятанными под землей. Нередко встречается явление, когда в одном и том же месте аварию ликвидируют раз за разом. Тогда как заменить обветшавший участок трубы целиком было бы не только проще, но и дешевле. Общественники отмечают, если раньше вопросов о сборе средств на капремонт было очень много, то сейчас кунгуряки активно открывают индивидуальные счета домов и копят на ремонт самостоятельно. Теперь мы убедились, что фонд капитального ремонта работает. Мы теперь убедились, что деньги, которые собирают у собственников, возвращаются обратно. И у нас уже пример есть. 10 домов мы до копейки все получили, мы несколько успокоились. А так тоже переживали за собственников, что куда-то отправляют деньги, и потом мы ни денег, ни работы, ничего не увидим. Как выяснилось, вполне возможно перенести сроки проведения капитального ремонта отдельно взятого дома. Для этого на его счету должно быть собрано не менее 70% взносов собственников жилья. В рамках встречи поднимались такие вопросы, как воздействие на управляющую компанию и вывоз мусора из частного сектора, рост тарифов ЖКХ и благоустройство территории и ряд других. Мне эта встреча понравилась. Я считаю, что она позитивная. Мы объединим свои усилия. Нам дали надежду на то, что мы будем не один в один бороться с этими проблемами, которые мы освещали, все вопросы вы слышали, а будем совместно вести работу с администрацией города. По общему мнению, встречи в таком формате должны стать традиционными и регулярными. Ведь где, как ни в конструктивном диалоге, способны родиться лучшее решение общих коммунальных проблем.